Всем привет! Сегодня я буду тестить пигменты от Юлии Белей, которые приобрела на Интершарме. Пигменты очень яркие, рассыпчатые. Пока открывала, уже успела извозюкаться. Покрыли типсу двумя слоями белого гель-лака, липкий слой не снимала. Теперь вдавливающими движениями наносим пигменты, еле-еле касаясь. Кисть у меня еще куплена была в волосатые времена, ириск. Ворс, по-моему, не искусственный. Очень аккуратно наносим. Перед новым цветом чистим кисть, чтобы не запачкать другие цвета в предыдущем. Из-за того, что у меня кисть старая, и, видимо, из-за того, что это искусственный мех, наносится плохо. А плюс, видимо, я ее плохо прочистила. Градиент получается не совсем так, как хотелось бы. Но, с другой стороны, это мой первый опыт. Первый раз делаю градиент пигментами. Поэтому получается у нее очень плавно. Пигменты, на самом деле, прямо ядреные. Они настолько у них насыщенный цвет. На видео этого не видно, к сожалению. Продолжение следует... Ну, вот видите, не совсем плавный переход получился. Но он есть. Так, теперь возьмем неоново-розовый и фиолетовый. Да, и цвета лучше выбирать согласно цветовому кругу, иначе может получиться какашистый цвет. Например, при смешении желтого и фиолетового. И будет у вас красота, 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 потом бах, и какашка. А потом опять красота. Но вот с этими двумя цветами, конечно, получается намного лучше. Не знаю, почему, но тут, конечно, градиент хороший получается, красивый такой. Продолжение следует... На лето прям красота. Да, девочки, кисти лучше брать натуральные, пушистые. Искусственные, но они очень сильно забиваются. Их сложно потом очистить и вытряхнуть пигмент изнутри. Так, ну и последний, здесь мы сделаем желтый с розовым. Вот эта кисть прям одно разочарование. Так, на видео, конечно, этот новорозовый выглядит. Как красный. На самом деле он даже не столько розовый, сколько вот именно идет смесь оранжевого с розовым. То есть какой-то он неоново-коралловый. Цвет тоже очень красивый. Прям любовь. Любовь-любовь. Тут тоже не получился прям плавный переход. Не знаю почему. Надо будет потом в одной из трансляций у Юлии спросить, где и в каком месте я рукожоп. Ну как бы да, одна из основных, одна из основных ошибок, моих ошибок это кисть. Неправильно выбранная кисть все-таки. Я вся в этих пигментах. Мой стол весь в пигментах, мой пол весь в пигментах. Но зато приятно творить и вытворять. Вот они мои красотулечки. Очень нравится, очень понравилась эта работа. Гель-лаками, конечно, более геморройная и намного дольше. Но зато нет ее пигментов. Нет, пигментами очень приятно работать, девочки. Всем советую. Особенно Юлины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!